Книги японских символов Это была книга японских символов И мой интерес, увлечение японской историей и культурой Я не сильно увлеченный человек, я не специалист, я просто читатель Началось именно с японских символов Чем так привлекательна эта книга? Во-первых, она для массового читателя написана Она не предполагает никаких специальных знаний из японоведения, из востоковедения Из истории новейшей и древнейшей, славной страны восходящего солнца или какой-либо другой Но она предполагает культурный интерес Она предполагает то, что человеку интересно разобраться не просто Ух ты, а что там такое заковыристое Но интересно разобраться в сущности другого, чужого, инакого и национального характера И этот японский национальный характер лучше всего воплощается, конечно, в том, что нация считает своими символами Символов много Это то, что приобретает особенное значение в литературе, в искусстве, в музыке, в повседневном быту Те предметы, вещи, растения, окружающие японцу вот уже много столетий, тысячелетий И приобретающие некий культурный смысл Вот такой подход, надо сказать, очень интересный Довольно много книг, посвященных отдельно мифологии, отдельно культуровогии, отдельно литературе Но чтобы вот так, в едином, под одной обложкой Все сферы знаний об этом этносе, все сферы знаний о чужой культуре Объединялись вокруг ключевых, каких-то очень простых и понятных вещей Легко разбиваемых на главы и классифицируемых таким образом Это встречается впервые для меня Я понимаю, что есть много словарей, справочников и много научных работ Но суть-то в том, что это чрезвычайно привлекательное чтение для простого читателя Просто досужего, любопытствующего Каким я и являюсь Однажды я просто пористал эту книгу, ну, интересно мне показалось Это высветительно То, о чем в ней говорится, это какие-то такие главные ключевые понятия культуры и истории Вот, например, государственные символы, глава первая И перечисляются, и, соответственно, рассказывается о них подробно Император, страна Япония, люди японцы, гимн, флаг Растения, следующий раздел, вот так, сразу после истории и государства Сакура, сосна, бамбук Потому что это не просто растения У нас есть русская березка, да? Сразу комплекс образов в голове Полностью сформирован, да? От поэзии до музыки, песен и так далее, до анекдотов Точно так же и в любой нации есть какие-то символические вещи Дальше идут насекомые, птицы, животные, рыбы Отдохновение Это очень интересная глава Чай, табак, азартные игры, люди, вещи и так далее То есть у нас есть некий универсум, да? Описанный через конкретные простые проявления Все не так просто, как кажется Потому что, например, в Японии являются всем известные Я не знаю, кто об этом только не знает, да? Цветение Сакура является национальным праздником Когда Сакура зацветают Японцы выходят на природу Они пьют саке или неалкогольные напитки Вкусно едят, шумят, радуются, веселятся Они празднуют Что они празднуют? Цветение Сакура Вы, наверное, не поняли Я тоже не сразу понял Содержание праздника, мне подскажите Это независимость государства? Нет Это какое-то культурное событие? Да нет Ну, дерево цветет Причем Сакура – это декоративная вишня Ее не едят То есть она просто цветет для красоты Содержание, вот смысл праздника – цветение дерева Если вдуматься, русскому человеку в голову такое не придет У нас либо вообще нет повода, что называется, для празднования И это отдельный случай, о котором сейчас речи не веду Либо есть совершенно другие поводы И так в каждом мельчайшем предмете, о котором идет речь Речь ли здесь идет о чае и о чайной церемонии Речь ли здесь идет о бамбуке Речь ли здесь идет о карпе Есть замечательный день мальчиков, когда в этот день можно увидеть изображение карпа, поднятое над каждым домом Где есть сын или внук, где кто-то подрастает мужского рода Это совершенно все за семью печатями загадка для рядового читателя Опять же, не востоковеда и не епановеда Здесь есть очень интересное замечание как о поэзии, как о литературе, как о культуре, так и о технологиях Можно прочитать, как японцы справляются с бытовыми проблемами Можно прочитать, как у них вот это вот замечательное их умение, страсть даже я бы сказал К миниатюризации, гениальный талант к воплощению чужих изобретений Вот они их собирают, аккумулируют и доводят до немыслимого совершенства Поскольку все то, что Япония, чем она сейчас славится, как страна, как культура Это много, во многом заимствовано из чужих стран Но преобразовано в высочайшее мастерство Вот это вообще стремление к совершенству в каждом своем действии Это тоже проявляется во всех частных случаях В книге очень много эпизодов из истории Цитируются старинные тексты, которые я, как человек, который... Тяжек на подъем, да, тяжел на подъем при чтении летописей и остальных источников Конечно, никогда бы не узнал и не увидел А здесь выбраны самые лакомые кусочки И сказки, и легенды, и современные какие-то произведения От Кабабаты до глубокой древности И в этой же книге есть глава, например, о публичных домах в Японии Надо сказать, что там абсолютно иное отношение ко всем этим вопросам К вопросам пола, к вопросам, скажем так, секса за деньги Абсолютно иное отношение к наготе человеческого тела И европейцам, которые являются детьми христианской цивилизации Понять и принять совершенно непросто Вот есть отдельная глава, посвященная этому в книге японских символов Но что мне больше всего нравится у Мещерякова Это совершенно восхитительная точка зрения Ни малейшего снобизма, ни малейшего сопоставления Вот как у них, как у нас, у кого лучше А огромная любовь к тем людям К тому, что стоит в них любить Что заслуживает любви К той историей, которой он занимается И эта любовь проявляется не в каких-то общих местах и словах Боюсь, что у меня их много было А именно в конкретном знании Конечно, эрудиция безгранична у него И знания в мельчайших подробностях совершенно потрясающие Иногда он описывает какие-то детальки из современной жизни Из современного Токио Из современных нравов и быта японцев Которые очень сложно выцепить из публикаций Из масс-медиа, из каких-то других популярных книг Ну и, конечно, очарование Книга это очаровывает Она наполняет смыслом все то, что кажется декоративно-прикладным Вот этим вот узорочем Всякие там японские иероглифы То, что так нравится обычно украшать в японском стиле Она наполняет их глубочайшим смыслом Ты понимаешь, что действительно взаимоотношения между культурами Это сложный многогранный процесс И там не только заимствование происходит Или улучшение, или взаимовлияние А происходит вот именно какой-то такой энергетический обмен Спасибо, читайте, наслаждайтесь Мещеряков